Вообще, считается, что достопримечательностей в этом месте много, на туристических картах, которые можно получить в центре информации, отмечено аж целых 45 разных точек. Но большинство из них можно отнести к достопримечательностям только формально. Преимущественно, это различные музеи, валы и объекты общественного питания. Другое дело, что все они расположены довольно компактно и, словно на нить, нанизаны на синий маршрут, который тянется сразу через два острова. Начинается он от главной пристани, а затем проходит через русскую деревню, где когда-то жили купцы из России. Чтобы туристы не запутались на островах, тут и там встречаются специальные указатели, показывающие дорогу к главным точкам Свяборга. Порошее травой стены крепости, встречаются здесь повсеместно. Просто не ждите увидеть нас травах какой-то единый архитектурный комплекс вроде московского Кремля или чего-то в схожем духе. Крепость Свяборг, это стены, 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 пушки, стены. По праву морская крепость Суаменлина, в шведском варианте называется Свяборг, называется жемчужиной Финляндии. Крепость была возведена 250 лет назад. Она расположена неподалеку от центра города, всего 15 минут паромом. Это уникальный живописный оазис в ориоле чистейшего морского воздуха. Расположенные на ней галереи, музеи, кафе, рестораны, парки, конечно, побережье позволит интересно и увлекательно провести там полный день, а не просто пробежать и просмотреть все за пару часов, и надолго останутся в памяти. Крепость включена в список памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Самая мощная крепость Северного Королевства, Свяборг, начала строиться еще в 18-й столетии в соответствии с решением шведского парламента. Форт возводился возле Хельсинки для защиты расположенного здесь входа в гавань. Когда Финляндия обрела независимость в 1918 году, форт стал называться Финская крепость Суаменлина. Она представляет собой отдельно расположенные на шести островах неподалеку от берегов артификационные сооружения. Из четырех островов получилась оборонительная линия, в середине которой некогда был расположен административный центр. Несмотря на то, что крепость ни одного раза не была захвачена, ее защитникам приходилось противостоять в 1809 году русская армия. А в годы Крымской войны, в 1855 году, она была обстреляна британскими судами. На территории крепости расположены музей Суаменлина, таможенный музей, музейный комплекс береговой артиллерии, музей игрушек и кукол, музей Иринсверда, подводная лодка Весико. Суаменлина, в первое мгновение, поражает своей провинциальностью, ощущение, что попал в деревню, которая когда-то была большим защищенным городом. Это ощущение не покидало меня всю прогулку, тем более, что укрепления и крепостные стены разбросаны по островам беспорядочно. Все крепости, которые я видел до этого, представляли собой более-менее единое сооружение, объединенное высокой стеной вокруг всего города. Суаменлина, совсем другое дело. Это скорее парк города, где то и дело вырастают крепостные стены, которые являются логичным продолжением природных скал. В дополнение ко всему то тут, то там стоят жилые, деревянные домики, в которых живут люди. Многие домики были украшены новогодними украшениями, почти во всех окнах светильники в виде свечей. Самое яркое и страшное место, на мой взгляд, крепостная стена около крепостного двора. Здесь можно пройти внутрь стены. Ощущения ужасающие и впечатляющие. Огромные своды, состоящие из неотесанных камней, капающая вода, тишина и полумрак. Впечатление усиливалось пасмурной погодой и почти полным отсутствием людей вокруг. Паром на остров Суоменлина ходит каждые 20-60 минут. Настораживало полное отсутствие людей на пристани, почти полное отсутствие уличного освещения. Еще через несколько минут вдалеке показался небольшой кораблик, который сначала привез пассажиров из Хельсинки, а затем и мы благополучно добрались на нем до финской столицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok